слово божье говорит входите во врата его со слава слове во дворе его с хвалою славьте его благословляйте имя его прошу бог благ и вы знаете наша сестра лариса александровна кто был на конференции о финансах когда пастор енс нас учил о даянии когда он говорил что вот против своих финансовых трудностей сделайте посев особо это была суббота и он сказал что не не сети то что вот вы приготовили или как вы запланировали но поговорите с духом святым вот просто услышьте послушайте и услышьте ту сумму которую он вам говорит и говорит даже если у вас нет сейчас этой суммы напишите на бумажечке эту сумму положите ее сюда как посев с верой что бог даст вам эти деньги и вы сможете в течение месяца например принести и отдать их в дом божий и лариса александровна она вот у нее было такая такое побуждение и она определенную сумму написала на этой бумажке и положила вот сюда с верой и что произошло нет я не положила я просто у меня этих денег не было я написала на бумажке которую нам раздавали и положила свой кошелек прихожу домой вытягиваю эту бумажку и говорю господи я же хотела коммунальные услуги заплатить а потом говорю господи прости меня я знаю раз я написала ну под духом святым вот это эти деньги приходят и я буду сеять во имя иисуса христа ну я пришла на работу в ночь я работаю вот прихожу на работу дают мне табилиграмму и там написано я работаю в ночь ну сумма за день за ночь и там все и я смотрю там ниже написано премия 500 гривен я на бумажке написала 500 гривен эту премию мне не давали года четыре я не знаю но от прекратили у нас давать премию на работе и я говорю господь как это может быть но это ж только ты мог сделать что вот это у меня это сумма просто записано отдельно премия 500 гривен я села и заплакала а моя напарница говорит что ты плачешь я говорю смотри вот вот табилиграмма а вот моя сумма это бог такое сделал что эта сумма ко мне пришла я посею эту сумму вот прихожу домой с ночи поспала звонит мне моя напарница и говорит это же не все я прихожу домой говорит к своей маме а мама у нас за учим работает вот я говорю мама сколько вам дали премия на какая премия у нас нету никакой премии так что это только нам наверно приходим в ночь я две ночи работаю прихожу и спрашиваете что днем работает и говорю сколько вам дали премия не говорят а нам ничего не дали а дали только тем которые работают в ночь вот нас четыре человека и только нам дали эту премию всем по 500 гривен ради кого ради лариса александровны чтоб прославить имя господа слава иисусу и еще наша иисусу вся слава иисус уповаем только на господа он наш обеспечитель целитель и все во всем иисус господь аминь еще наша сестра вера две недели назад у нее очень болело горло вот даже гнойные были проявления и она пришла на служение в воскресенье во время молитвы пастора было слово знание том что господь сейчас исцеляет чье-то горло и вот она пережила на себе прикосновение божье и когда пришли ну как не сразу а когда уже пришла домой то почувствовала что заметила что горло уже исцелилась и без лечения без каких-то вмешательств господь прикоснулся потому что он наш целитель аминь слава иисусу и я передаю микрофон улья села дани она хочет сказать дорогая церковь я хочу поблагодарить всех вас воздать славу господу за то что у нас такая великолепная духовная семья и я хочу вот сейчас то свидетельство которое я вам хочу сказать три месяца наша семья была в испытаниях и в очень серьезных испытаниях я знаю что не однажды вот здесь держа этот микрофон пастырь молился и за меня молился из-за внука нашего молился но я хочу сказать что вся слава принадлежит господу три месяца назад у меня в общем то во время евангелизации в городе запорожье очень сильно случился приступ с почками и при том это было очень серьезно два месяца лечения трудного сложного с испытаниями с болями со слезами но я через это проходила и знаете вот и 30 декабря случилось ну в общем так как навалилась со всех сторон потому что в этот день нашего младшего внука ему послезавтра вот в среду ему будет год и вдруг у него сложная операция врачи ставят такой очень серьезный диагноз с ногой и и ну в общем все очень сложно его забирают в больницу на космическую в днепропетровск очень немедленная срок срочная операция я в этот момент возвращаюсь здесь мы молимся все я возвращаюсь из храма домой знаете как фильме поскользнулся упал закрытый перелом очнулся гипс и я поломала ногу и да я тоже думаю кость праве никогда не сокрушится написано в слове божьем я поломала ногу но знаете вот бог поворачивает абсолютно все во благо потому что от те трудности через которые мы пришли прошли благодаря вашей поддержке вашим молитвам я очень благодарна каждому человеку кто молился кто звонил кто передавал привет и я знаю мы одна семья и мы победили с нашим внуком все в порядке и все диагнозы врачей они не осуществились со мной все в порядке неделю назад я все распрощалась с гипсом и мне говорили тяжелая реабилитация месяца полтора и вот я была в среду была у доктора и он говорит как вам надо еще на костылях ходить вам надо с костылями вы знаете у меня есть иисус христос и иисус христос мой спаситель он мой целитель и я знаю точно что у детей божьих все по-другому то что говорит мир это одно но за этот месяц я месяц лежала но за этот месяц вы знаете вот бог я каждый день получала откровение я каждый день имела такие общения с богом которых может быть у меня уже где-то давно и не находилось столько времени для общения с ним и ну я благодарю бога за то что он абсолютно все повернул во благо я хожу я хожу уже целую неделю я думала что я не смогу сегодня я выстояла на прославлении я выстояла на поклонении и вот сейчас концу служения мне легче и легче у меня вообще вот я верю что вот завтрашнего дня сегодняшнего дня я еще и на улицу выйду потому что пока я только в помещении но я и на улицу выхожу и муж мне сегодня сказал не ну ты палочку возьми с собой я ее взяла потом говорю ну мне ее носить с собой или как ну то есть у меня все в порядке спасибо вам огромное и мы одна семья и вся слава принадлежит только господу вы знаете я знаю один из любимых стихов моих библии любящим господа призванным по его изволению все содействует ко благу и плюс я еще хочу сказать во время этих трудностей которые проходила наша семья у нас были определенные трудности дьявол хотел вмешаться он летом просто всунулся в отношения между родными в нашей семье и он хотел уничтожить эти отношения но бог повернул во благо у нас восстановлены все отношения с родными и близкими и вы не представляете вот дьявол говорит проиграл а бог говорит победитель вся слава нашему господу